Долго не мог понять, в чем разница между двумя версиями этих видеокарт. Информации об этом почти нет. В итоге нашел на сайте Palit всего одну отличающуюся строку в спецификациях. У обычной версии установлено охлаждение с паровой камерой, а у версии V1 охлаждение с обычным медным основанием. Если коротко, то лучше выбирать первую. Объясню поподробнее. В случае с версией V1 тепло от чипа отводится просто по металлу, его много, поэтому охлаждение будет тяжелее на несколько грамм или даже десятков грамм. Кстати, информации о весе обеих версий на сайте Palit нет. Такая конструкция дешевле в производстве и более простая, а тепло в ней распределяется чуть менее равномерно, чем в паровой камере. Внутри этой паровой камеры находится жидкость, которая поглощает тепло при испарении у чипа и конденсируется обратно в жидкость в радиаторе, стекая обратно. За счет этого мы получаем более эффективную теплоотдачу, тепло распределяется равномернее, без образования горячих точек, и получаем более легкую систему охлаждения. Как итог, вентиляторам требуется меньше оборотов для поддержания той же температуры, за счет чего мы получаем менее шумную работу видеокарты и немного больший потенциал для разгона. Еще добавлю, что лучшая версия имеет букву A в конце кода продукта, а худшая Y, он же Y. Ну и штрих-коды у них тоже отличаются последними цифрами. Кстати, то же самое можно сказать и о видеокартах от Gainwart. По сути, это тот же Palit.